Он не двигается так хорошо. Бенил Дариуш находится в тени популярности на протяжении всей карьеры, но это не мешает ему раз за разом удивлять соперников. Когда-то он пребывал на грани увольнения, а сейчас ведет серию из семи побед подряд и топчется у порога титульного боя. Сегодня мы разберем насыщенный путь ассирийца, который уже в ближайшем будущем обещает навести суету в легком дивизионе UFC. Бенил родился в Иране в ассирийской семье. До 10 лет он рос в маленьком городе Голтепе, где помогал родственникам на ферме. Все изменилось в 99 году, когда Дариуш вместе с родителями переехал в США и обрел новый дом в калифорнийском городе Анахайм. В школьные годы подросток занимался футболом, однако с поступлением в колледж стал одержим единоборствами. Уже в 18 лет он покорил чемпионат мира по джиу-джитсу среди синих поясов, а через год начал активно осваивать тайский бокс. Все закончилось тем, что на свой 20-й день рождения Дариуш решил стать бойцом смешанного стиля. В 2010-м он присоединился к залу Kings MMA, где попал под опеку бывшего тренера знаменитой академии шут-э-бокс Рафаэля Кардейро. Следующие три года Бенил выступал на локальных турнирах, где не знал себе равных. Одержав пять досрочных побед подряд, боец получил заветный контракт с UFC. Стартовый поединок 24-летний проспект провел против крепкого ветерана Чарли Бреннемана. После короткой разведки на дистанции, ассириец нанес жесткий оверхенд. Соперник пытался выжить, но Дариуш был намерен довести дело до конца. После идеального дебюта в апреле 2014 года Бенил встретился с финалистом Тафф Рэмси Ниджемом. Дариуш здорово смотрелся в прологе боя, однако затем наткнулся на шальной удар. Потеряв ноль в графе поражений, Бенил вернулся через четыре месяца против перспективного новобранца Тони Мартина. Первый раунд прошел на встречных курсах, где преимущество было за американцем. После сумбурного старта Дариуш решил сменить стратегию. Заняв положение сверху, он плавно выполз на ручной треугольник. Обосновавшись в промоушене, 14-й год Бенил закрыл дуэлью против небитого Диего Феррейры, а сериец сразу захватил центр восьмиугольника, расстреливая соперника на дистанции. В третьем раунде разбитый бразилец пошел ва-банк, но Дариуш грамотно нивелировал эту агрессию, доведя поединок до победы. Это выступление принесло ему бой с гейткипером Дэроном Крукшенком. Американец считался маститым ударником, однако в этот вечер именно осириец правил в стойке, разрушая корпус оппонента мощными киками. Обескураженный тэквондист первым полез за тейкдауном, чем с удовольствием воспользовался черный пояс по БЖЖ. Выйдя на серию из трех побед, к 2015-му Бенил стал пробиваться в элиту легкого дивизиона. У порогов топ-15 он взял верх над бывалым воякой Джимом Миллером. Взобравшись на 12-ю строчку, Дариуш в упорном противостоянии одолел пятого номера рейтинга Майкла Джонсона. Осириец на всех парах рвался в претенденты, но все рухнуло после поражения от Майкла Кьезы. О титульных амбициях пришлось позабыть. Отступив позициях, летом 2016-го Бенилл вернулся в строй, чтобы разделить клетку с непобежденным Джеймсом Виком, идущим на серии из пяти побед в лиге. Дариуша стали списывать со счетов, но ему хватило одного раунда, чтобы развеять сомнения. Долговязый американец пережил первый нокдаун и продолжил съедать каждого вархэнта-сирийца. Вернувшись на колею побед, Бенилл принял бой с Рашидом Магомедовым. Дагестанский ударник не проигрывал с 2010-го года и шел на серии из четырех побед в UFC. После провальных попыток провести тейкдаун, Дариуш решил изменить тактику. Он начал теснить Рашида к сетке и изматывать в клинчах. Порой Горец вырывался на дистанцию, однако осириец продолжал сушить оппонента вязкой борьбой в стойке, набирая очки. В результате он одержал единогласную победу решением, нанеся бывшему чемпиону М1 первое поражение за шесть лет. Набрав солидный ход, Бенилл добился встречи с самим Эдсоном Барбозой, но именно с этого момента для него началась черная полоса. Тактика джеб и последующий проход в ноги была прочитана прыгучим бразильцем. После тяжелого поражения он попытался реабилитироваться против Эвана Данома, однако поединок завершился в ничью. В марте 18-го мало кто слышал имя Александра Эрнандеса, впрочем дебютант организации и громко заявил о себе. Проходной поединок обернулся сокрушительным нокаутом для осирийца. Бенилл окончательно вылетел из топ-15, к тому же у него начались психологические проблемы. Он всерьез задумал повесить перчатки на гвоздь. Тем не менее, отдохнув полгода с семьей, решил дать себе еще один шанс. Будущее Дариуша определялось на юбилейном турнире в честь 25-летия UFC, когда он столкнулся с молодым Тиаго Мойзосом, который пробился в промоушен убойным хайкиком. На первых секундах бразилец накинул гильотину, но не смог довести прием до конца. Он пытался провести удушку и в третьем раунде, по итогу каждый раз оказываясь внизу. Дариуш удерживал доминирующую позицию подавляющую часть боя, отгружал в стойке. И забрал важнейшую победу в карьере. Выбравшись из трясины поражений, Бенил получил поединок с Дрю Добером, фактурным гачи, известным бронебойным ударом на 300 долларов. В первом раунде Дариуш принял серию тяжелых попаданий, к счастью, на этот раз челюсть не дрогнула. Выдержав лучшие комбинации оппонента, на старте следующего отрезка он подключил борьбу. Закрепив треугольник ногами, Бенил вышел на рычаг к локтю. Первый финиш за три года и бонус за лучшее выступление вечера отошли осирийцу. Отпраздновав победу, в октябре 19-го 30-летний Дариуш сошелся с заправским рубакой Фрэнком Камачо. Бенил был заметно быстрее соперника в стойке. Приземлив порцию точных ударов, он перевел бой на нулевой этаж. Капитуляция последовала через считанные секунды. Одержав три победы к ряду, Дариуш встретился с многообещающим проспектом Дакаром Клоза, который двигался в UFC с рекордом 5 к 1. После малоактивного стартового раунда, во втором отрезке экшен палился рекой. Потрясенный Дариуш отступал, но затем выстрелил в ответ. Пустив пляс ноги Клоза, Бенил прикусил свою капу и перешел в контрнаступление. Третий бонус подряд и самый эффектный камбэк 2020 года. Вернув себе место в топ-15, Дариуш закрепил успех над Скоттом Хольцманом. Виртуозный спиннинг Бэкфист пополнил список лучших нокаутов издания 2020. Пришло время для реванша с ранее битым Диего Феррейрой, который держал десятую строчку в рейтинге и шел на серии из шести побед подряд. После серии разменов Дариуш садил колено в печень. Но соперник сумел оперативно прийти в себя. Во втором раунде Бенил решил сфокусироваться на борьбе, оформив очередь результативных тейкдаунов. В последние пять минут бразилица отчаянно выискивал нокаут, впрочем, остановить ассирийца у него не вышло. Бенил вновь ворвался в когорту лучших бойцов легкого дивизиона и наконец-то получил в сопернике громкое имя – Тони Фергюсона. На старте встречи Дариуш перевел бой на канвас и начал сыпать ударами. Уже во втором раунде он сумел выйти на скручивание пятки, однако бравый Эль Пукуй отказался стучать. В заключительном отрезке ассирийц в очередной раз приземлил Тони на покрытие, оставаясь сверху до последних секунд. Доминирующая победа застолбила место Дариуша в титульной гонке. Сегодня Бенил идет на серии из семи побед подряд и входит в число главных претендентов легкой категории. Впереди ассирийца ждет большой поединок, который может открыть дорогу к поясу. Возможно, именно Дариуш станет темной лошадкой самого насыщенного талантами дивизиона. Если вам понравился ролик, не жалейте лайка, подписывайтесь на канал и помните – настала эра ММА! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok